А есть еще версия медицинская, почему он начал войну, офигенно, хотите? Курирующий у меня врач, он вообще немецкий врач, кличка у него Татарь, и у него версия, очень изящная версия, он говорит, вот существует такой препарат, ну, собственно говоря, есть Виагра, Виагра для того, чтобы стоял, а есть более сложный препарат, который, вот, чтобы ты захотел, чтобы у тебя стоял, но более сложный, тоже его колят, ну, как бы, условно говоря, это тестостерон, но в каких-то там, в какой-то упаковке, и как его обычно, ну, колят, да, поехал ты в отпуск, С молодой телочкой, ну, на неделю тебе вкололи, я отлично, ты себя чувствуешь, вот, а поскольку у Путина такая тема, ну, и Кабаева, кривоногих, сухоруких, там, лаза, говорят, ну, говорят, да, ну, условно, это версия, повторяю, версия, причем не моя, врача, немецкого, вот, и ему все время колят это дело, а эта штука, у него побочный эффект, она повышает агрессию, и если ему просто перестать колоть эту хрень, и будет он трахать, там, ну, не всех подряд, а, условно говоря, там, одну девушку, потом какую-то, то есть все в порядке, война срок кончится, Добрый день, друзья, не а другие, по поводу вот этих заявлений Васильева, Андрея Витальевича Васильева, легендарного Васи, нашего медийчика, основателя массы проектов с Михаилом Фремовым и Дмитрием Быковым, гражданин-поэт, да, какие-то там вот эти все были, главный редактор «Коммерсанта», Я его помню с середины 80-х, он как раз тогда уволился со скандалом из МК, а я пришел работать в газету. В 87-м году мы вместе были на рок-фестивале в Подольске, и я помню, что на второй или на третий день, Прихлебывая портфейную, озабочена, ворчал, что вот переплетие заканчивается, скандал до сих пор нету, надо срочно что-то делать. В осенью 99-го в медиаштабе Березовского мы заседали вместе, сидели, как правило, рядом, и хорошо запомнил я там все эти его придумки, там, допустим, переход Шеремета, Нелегальные через белорусскую границу. Это все придумал Вася. Он всегда был заточен на скандал и провокацию. Он просто идеальный такой провокатор, талантливый в этом тоже. В придумывании заголовков он был номер один, в придумывании вот таких схем тоже. Он всегда был заточен А на скандал и Б на извлечение прибыли, и А работал на Б. Вот поэтому я бы делил на 16 все эти его высказывания. Во-первых, по ним точно ничего, как правило, нету, никакой правды. То есть это в чистом выдумке, выдумка такая, литературная. Господин хороший гражданин поэр. И еще вот, по-моему, в году в 15, ну, уже после крымской истории, он сказал, что там Россия – это раковая опухоль на теле цивилизации или что-то такое. Поэтому его нынешнее заявление, что надо бомбить Россию, что НАТО обязана в это приятно, ну, почему оно кого-то удивляет? Почему? Человек в этом смысле не изменился. Он достаточно последовательный. Собственно, поэтому и был соратником и близким другом Бориса Абрамовича Березовского. Я вот другим вопросом задаюсь. Он огромное влияние имел на Мишу Ефремова. И в смысле возлияния, и, конечно, в смысле какой-то политической ориентации. Я сейчас задаюсь вопросом, где бы Михаил Олегович был бы сейчас. Был бы он сейчас снова в Тбилиси со своими соратниками, типа Андрея, Орлуша, Орлова, Васильева. Или просто бы погрузился бы в какую-то алкогольную пучину и оттуда не выплыл бы. Не знаю. Не знаю. Я не к тому, что хорошо, что он сейчас на зоне. Пожелать этого не возьмут даже Васильеву, несмотря на его нынешние запредельные просто высказывания. Все, еще раз я говорю, повторю, это делается ради хайпа, который конвертируется в деньги. Поэтому давайте помнить об этом и относиться к этому соответственно. Ну смотри, вот Степанцов, вот прям в этой студии, сидя на твоем месте, утверждал, что Быков, то, что он вообще сейчас делает, он делает это исключительно из-за денег. И вот вопреки своим внутренним представлениям, поскольку он этатист, в общем, державник, и он не ненавидит страну, как вы. Он нет, он не ненавидит страну, как он попал в дурную компанию. Я думаю, это правда. Степанцов, конечно, завидует, Быков, понятно, но понимаешь, какое дело? Быков очень любят деньги, да. Но это невозможно сделать только ради денег. Ну, просто невозможно. Это физиологически. И ты это делаешь не только ради денег? Я. Ну, ладно. Не наговаривай на себя, ты человек абсолютно циничный такой. Нет, я просто, понимаешь, как мне говорил знакомый тебе, мой начальник, и твой, как в свое время, Саша Ригин в московском мосоменце, он говорил, есть тебе эта еврейская добросовестность. Понимаешь, я влетел в этот проект, к сожалению, я не могу, ну, просто не могу, ну, еврейская добросовестность не позволяет мне оттуда уйти. Хотя, на самом деле, я же, ну, посчитал на счетах, да, я действительно заработал все эти деньги на жизнь. Я довольно старый человек. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Всем привет из студии Укрылая ФТВ. У нас сегодня гости Михаил Гефремов и Андрей Васильев. Добрый, в смысле? Куда смотреть? Первый раз говорю, спасибо за то, что пришли на это интервью, дали свое согласие, добрались. Потому что время-то плотное очень, да? Сегодня вечером спектакль Чапаев-поста по Пелевину. Почему нет Пелевина с вами? Да мы играем его уже лет 15 лет. Ну а в Киев Пелевина привезти после двух лет затишья? За раз третий полный. То есть он приезжал, да? Конечно. А сейчас испугался или как-то просто? Нет, почему-то. Не с вами, ни в одной лонгере. Нет, последний раз года три назад мы играли. Это просто про писателя Пелевина. Да, да, да. Про писателя Пелевина. Нет, нет, почему сейчас нет Пелевина, а вы были три года назад, это отлично. Продолжайте. А про Пелевина нет. А он не знает, только Пелевина с вами был. Он не знает. Это я. Это мой псевдоним. Ты Чапаев, Павел? Это мой псевдоним. Это Андрей Васильев, это тоже псевдоним. Ну, Андрей, к вам у меня самый главный вопрос, конечно, почему же вы поссорились с Быковым и как-то было? Ну так, без скандала. Дико неинтересно. Отличный вопрос. Дико неинтересно. Андрей, расскажи. Лично. Я говорю, что Быков, он вообще-то человек очень неприятный. Это все неправда. Приятный вот. Он неприятный, толстый, кстати, он же. С тонким голосом. Ну, просто выпить стихи. Ты такой худой, с таким глазом. Вы пишите стихи, и он пишет стихи, да? И вы поменьше пишите. Я пишу стихи. Ну, вот сказал же Материн, что вы пишите стихи. Я пишу стихи. Это сказал Михаил только что. Барри, да, одно и другое. Девочку сегодня в баре? Я писал девушке, бармену, тихо-барине. На манжете? Я писал. Нет, на маленьком, на чеке. Точно, я бармену писал, ночевал, точка глотая. Только правда. Так вот, Быков, что, Павел Иванович, я вообще с ним не ссорил, собственно говоря, потому что он такой. В общем, он выглядит вот за цензуру, потому что Быков очень эмоциональный, а Вася, в смысле, извините, ни слова не говорите, ему так, только я могу. Андрей Иванович Васильев очень тоже человек жёсткий, умный и злой. То есть строгий продюсер? Нет, а мне очень нравится формат нашей беседы, Миша. Он как это называется? Спросили у меня, Быкова уволил я, отвечаешь, почему ты за это? Как можно уволить Быкова? Почему даже? Как можно Быкова уволить? Это невозможно. Это просто вы все как-то расстались ненадолго, я думаю. Это может они ненадолго, а мы с Быковым надолго, мы увидимся с ним только 15 лет. Я тебе разрешил с ним дружить. Андрей Иванович, недавно мы были в Венис Бич, это Лос-Анджелес, Калифорния, и Андрей Иванович мне так сказал, ну ладно, я разрешаю тебе дружить с Быковым. И вот у нас концерты по Амельке. Ну а все же вот Орлуша, он же иногда даже еще и матом говорит, пишет, поет, да. Видите, Андрей Иванович только кашля. А у Быкова-то там ведь нет такой ненормативной лиски, густой-то нет. Ну там, я бы не печатнул словом, не повреждал. Ну у Гаррика, Сукачева тоже нет такого. Ну и по струнаху, у Маяковского было, конечно, там чуть-чуть. А может, это та же? Нет, ну там, на самом деле... Ну это не причина. На самом деле, нет, причина нет. Я просто, вот если Миша перестанет разговаривать, я могу объяснить. Привет, Александр Иванович, я интершум. Нойс, это хороший вопрос. Очень просто, мы сделали некую программу, и мы реально с Мишей там уехали куда-то там по границам, бухаем, а Быков прокрался на дождь, и из этой программы буквально спер, можно сказать. Никто ничего не понимает. Это было два дождя. Спер несколько номеров, да, получилось ни начало, ни конца. Телеканал «Дождь» это вроде украл Афтв, я знаю, в Москве есть такой канал. Ну нет, ну есть такой телеканал «Нождь», да. И там просто он испугался чего-то, ну буквально проявил внутреннюю цензуру. А поскольку я, в общем, там какое-то время работал главным редуктором, кое-где, я, честно говоря, очень не люблю вообще цензуру, особенно, когда она снизу идет. Сейчас вверх, все понятно. И то я люблю. Вот вы, там, большого актера, может там великого, нужно говорить на сути, большого актера, и роль его личности, актера в истории России современной, не я буду описывать. Как будто подталкиваете к каким-то вещам, но достаточно опасным. Вот, Ефремова, вы не чувствуете, а быков так вот не толкал сильно. Или это все же неправда? Ну, во-первых, он совершенно ледевый, он уже давно не целочка. И что же здесь я подталкиваю? Не подталкиваете? Ну, шесть детей, ну, в сущности, целочка. Нет, у меня шесть детей, и я снова поеду на Афон. Православный, не бойтесь, все будет хорошо. Тогда перейдем еще тему, да, на самом деле. Бояться ничего не надо, ничего страшного быть, уверяю, нет. И то, что мы там делаем в своем проекте «Держим поэт», на самом деле, не было никаких у нас, по большому счету, никаких опасностей и приключений. Вот, единственное, что я удивлялся, когда мы чесали, действительно, конкретно, у нас были такие сеты, мы тогда там за две недели один в конце. Много денег зарабатывает, да? Ну, это была выбранная, это предвыборная компания. Понимаешь? И я спрашивал еще, ну, откуда? У нас довольно дорогие, ну, у нас гонора дорогие. Ну, я знаю, цены на билеты знаю. И билет дорогие. Ну, хорошо, Москва, Питер, ну, Казань, там, ладно. Ну, а Таганрог какой-то, Саратов. Ну, почему? Откуда деньги, да? Ну, и вот Саратов, мы практически родной город, а Таганрог – это родина по измеронних. Чехово, Чехово, ну, ладно. Так вот, я спрашивал, а как люди тут, ну, надо же деньги заплатить там. И мне антропренер, кстати, так объяснил, толково, он говорит, понимаешь, что вынимают из-под матраса гробовые и платят за билеты? Я говорю, а зачем? Говорит, а все думают, что… Ну, на Ефремова, да, идут же они или вы вместе выступаете? Ну, они идут на всех. Мы все выступаем, да. Это, когда я один езжу, я абсолютно понимаю это по залу, потому что гражданин поэт и господин хороший – это все-таки такое шоу отдельное. Ну, да, я отдельно. Я там не, ну, как бы, я, да, на меня посмотрю, как я читаю, но там же еще этот разговаривает, там же у нас видео еще, там же у нас музыка еще. Так что, ну, это вообще-то очень круто, и поэтому дорого. Я видел в интернете кошку. Ну, так вот, и они говорят, что люди, почему платят последние деньги, там, в Таганроге, потому что все уверены, что вас посадят после этого концерта, а мы последние, вот что видели, вот это мы бы. И люди на полном серьезе платили последнее бабло, чтобы, ну, а на завтра вас спасать. У меня есть два вопроса серьезных, да, позвольте, Михаилу? Серьезно, в чем дело, сейчас же у нас сегодня такой праздник, я вас еще не успел поздравить, с Днем Философ вас, это международный праздник, хоть вы и сомневались, Михаил, что такой праздник есть, он есть. И, вспоминая, да, вспоминая все-таки о неком таком философском продолжении ваших выступлений… Вот такой, кстати, артист. Кто-кто, философ? Ну, не такой, как ты, как ты, гораздо круче. Николай, вопрос у меня такой почти философский, да, вот один философ, мой старший товарищ в Киви, да, сказал, что, ну, может быть, беда наша, даже трагедия, ну, драма точно, что время сегодня неталантливое. Вот за счет чего вам удается оставаться талантливым, а в это неталантливое время? За счет трагикомедийности. Да нет, ну… А где трагедия? Ну, при чем-то вопрос, это не вопрос, мы же не театр… И без рыбьи, и рак рыба, во. Во. А где-то в своих интервью вы так заметили, что, да вот я там, ну, дурач, немножко кривляюсь, да, а отец прошлом Олегу, у него там вот по-другому все было, и больше было серьезного. А получается, что вы сейчас, как бы, на серьезные вещи уже, ну, и не идете по каким причинам? Не за продюсерожа? Ничего серьезного не осталось? Я с юмором борюсь все, да. Я сегодня буду играть Пелевина, это серьезнейший писатель. Как же ты, Петька, можешь меня своего боевого командира спрашивать всегда ли то, что происходит у тебя в голове, происходит у тебя в голове или не всегда? Ах, и здоров-то брехать ты. Михаил, ну, мы, так сказать, понимаем, что Пелевина… А это Пелевин. Это Пелевин. Что там серьезного-то? Ироничный текст, который, конечно, вы на сцене делаете интересным. Это же про «Сумасшедший дом», в «Сумасшедшем доме».